Hola y bienvenidos todos a la lección número uno Всем привет, друзья! Добро пожаловать на первый урок испанского А по-испански мы скажем bienvenidos todos a la primera lección Вы, наверное, заметили, что восклицательный знак стоит и в начале предложения, и после Только в начале он в перевернутом виде То же самое и с вопросительным знаком Ставить его будем и в начале вопросительного предложения и в конце Только вот в начале тоже в перевернутом виде Такая вот забавная особенность испанской письменности А вот интересно, почему это так в испанском? Кто знает, пишите свои варианты В этом уроке мы с вами выучим личные местоимения испанского языка Ну, то есть такие как я, ты, он, она, они и так далее Кроме того, мы научимся пользоваться одним из наиболее важных глаголов испанского языка Это глагол быть Он же, кстати, по совместительству неправильный глагол Но пугать я вас буду потом, а пока к местоимениям Итак, пронумбрес персоналес Личные местоимения Давайте запоминать по порядку Я это джо Сразу пару слов о правилах чтения По большей степени читается все достаточно просто Звуки такие же практически, как и в русском Но есть несколько моментов, на которых я остановлюсь, как только мы с ними встретимся Вот, например, буква игрега Она же y в английском В сочетании с а и о дают звуки я и ё соответственно И еще один момент Есть разные испанские языки Так же, как, например, английский бывает британский и американский Испанский бывает испанский, а бывает южноамериканский У испанцев я будет йо А у южноамериканцев это скорее джо Но это не суть важна Ты Ту Со значком ударения Это чтобы отличать этот ту от другого Ту, который означает твой Он это элле Тоже со знаком Поскольку без значка это будет артикль Она это эйджа Опять нюанс Как это читать? Две буквы элле в испанском всегда читаются как йо В испанском варианте и в южноамериканском джи То есть она это эйджа или эйджа Как вам больше нравится? Мне больше импонирует южноамериканский стиль Еще в испанском есть вежливое обращение на вы Ну, прям как у нас Вы вежливая форма это usted Мы, если мы мужского пола, то носотрос А если вы женского пола, то носотрас Казалось бы, всего-то разница в одну букву А значение уже совсем другое Причем, если у нас в компании есть и мужчины и женщины То считаться будет все равно по мужскому Например, я со своей сестрой и мы будем называться носотрос Вы, но это уже невежливое обращение А обращение к группе людей Это восотрос, если к мужчинам И восотрас, если к женщинам Опять же, если в этой группе людей есть и мужчины и женщины То окончание будет мужское, то есть восотрос Они тоже бывают двух, есть двух видов Они, мальчишки, например, это ellos А они, девчонки, это ellos Если там и те и другие, то верно, ellos И еще одно, это обращение к группе людей Да еще и с уважительным оттенком Ставим уважительное usted во множественное число И получаем ustedes Как вы успели догадаться, множественное число Образуется при помощи окончания s Но это в общих чертах Подробнее об образовании множественного числа В других уроках Теперь поговорим о глаголе быть в испанском Как и в английском, испанское предложение Не может быть без глагола Этот ser не что иное, как глагол to be в английском Только если в английском форм совсем мало То тут придется немного потрудиться и запомнить формы Заодно закрепим местоимение Я уверен, что вы подумали, что их там так много Что я никогда не выучу Да и ничего подобного Все обязательно запомните Итак, я есть Yo soy Например, yo soy maestro Я есть учитель Мы в русском языке есть не используем И поэтому это просто я учитель В испанском понятно, о ком идет речь По форме глагола ser Например, soy Понятно, что это я Поэтому зачастую местоимение не проговаривается Просто soy maestro Разумеется, soy с большой буквы должно быть Ты есть Tu eres Например, tu eres mi amigo mejor Вот эта буква по-английски j, а по-испански она называется hota Произносится как h То есть, ты мой лучший друг Опять же, tu можно опустить и скажем просто eres mi amigo mejor Él, ella, он или она есть Плюс еще вежливая форма на вы, usted У всех трех форма будет es Например, maria es una chica hermosa Мария красивая девушка Мы есть, nosotros, nosotros, somos Например, Pedro y yo somos hermanos Pedro И я, братья Вы есть Это не вежливая форма, а просто множественное число Vos otros, vos otras, sois Например, sois muy alegres Здесь мы уже просто опустили местоимение И получили Вы очень веселые Они есть и вы есть в вежливой форме Имеют общую форму То есть, ellos, ages И ustedes, son Например, Luis y Maria son mis hijos Luis y Maria мои дети Давайте разберем еще несколько примеров Ведь так много форм и местоимений, что кажется очень легко запутаться Поэтому Masa hemplos Еще примеры Michele es italiano Правильно Michele, итальянец Mi padre y yo, no somos morenos Мой папа Я не темноволосые Но не брюнеты мы Кстати, отрицательные предложения строятся, ну, очень просто Ставим «но» перед формой глагола «сэр» И вуаля, у нас уже отрицательные предложения Это вам не английский Здесь все гораздо проще А вопросы знаете, как здесь задаются? Не знаете? Да просто элементарно Просто интонации Прям как в русском Скажете, что слишком просто? Но нет, испанский берет другим Своих подводных камней хватает и в этом языке А пока просто порадуемся, что вопросы и отрицания задаются так легко И еще примеры Sois mis padres Вы мои родители Mi amiga es una profesora privada Моя подруга – частный преподаватель Mis perros son muy tranquilos Мои собаки очень спокойные Сочетание букв «у» и «и» дает звук «и» Ну, то есть «tranquilos» Спокойные Soy de Rusia – говорит он Ну, как мы скажем, что он из России? Ну, думаю, что вы догадались Es de Rusia И вопрос ¿De dónde eres? Ты откуда? Как насчет упражнений? Всего лишь одно маленькое упражнение Вам нужно подставить правильную форму глагола ser Итак, первое Нúmero 1 Тереза и Томас – argentinos Тереза и Томас – argentинцы Тереза и Томас – argentinos Нúmero 2 Устед – мой amable Вы очень симпатичный человек Устед – es мой amable Нúmero 3 Esa mesa de madera Этот стол из дерева Esa mesa es de madera Нúmero 4 Вы не сильно похожи на своего отца Вы соис poco parecidos a su padre Нúmero 4 Ту и я – amigos Ту и я – amigos Ту и я – друзья Нúmero 6 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 Esos pantalones – но – дэ лана Ага Esos pantalones – no son de lana Эти брюки не из шерсти Нúmero 8 Восьмое Последнее Устедес – muy altos Устедес – son muy altos Muchas gracias por su atención Большое спасибо за внимание Если урок вам понравился, ставьте лайк, большой палец вверх под видео Если не понравился урок, то очень жаль, ставьте dislike, большой палец вниз тоже под видео Кроме того, обязательно подписывайтесь на канал, у меня вы найдете уроки не только испанского языка, но также и английского, причем в большом количестве Для того, чтобы подписаться, нажмите на кнопку подписаться на канал на вашем экране А пока, gracias una vez más, y nos vemos en las próximas lecciones Hasta pronto